Всем привет! Теплица – курортный статутный город на северо-западе Чехии, в одноименном районе Устецкого края. Расположен в долине реки Билины, подножие Крушных гор, в 90 километрах от Праги. Высота над уровнем моря – 220 метров. Железнодорожный узел. Стеклокерамическая, текстильная, пищевая промышленность. Теплица – известный бальнеологический курорт. Теплицы Ки и минеральные источники упоминаются еще в 15 веке. Температура воды теплицеких источников – 40 градусов, 44 градуса. Вода отличается повышенным содержанием фтора. Лечение нервных заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата. В числе достопримечательностей, ратуша, 1545, Цестерцианский монастырь, имеются театр, филармония, краеведческий музей. Ежегодно в Теплице проводится музыкальный фестиваль Людвига ван Бетховена. Широко известен футбольный клуб Теплица и обладатель Кубка Чехии мини-футбольный клуб Балтик Флора. Замок Теплица Археологические раскопки свидетельствуют, что первые поселенцы появились здесь около 10-40 тысяч лет назад. В дальнейшем здесь обитали кельты. В IV веке до н.э. А после них германские племена Маркоманы и Квады. Термальные источники были обнаружены здесь уже в 762 году. Однако первые подтвержденные сведения о упоминании одного из района города, Тернован, относятся к 1057 году. Дальнейшее развитие Теплица относится уже к XII веку. В 1160 году королева Юдита, жена Владислава I, близ древнего славянского поселения основала обитель монахинь Бенедиктинок. Спустя столетия на этом месте возник укрепленный готический город. Через Теплица проходила широко известная дорога к Саксам. Обитель перестала существовать через непродолжительное время после окончания Гусицких войн. Все имущество монастыря было передано в частную собственность. Владельцы города часто сменяли друг друга, на месте обители был выстроен замок в стиле Ренессанс. Продолжала развиваться курортная отрасль. Последний чешский собственник Теплицы Вильям в Хинске из Хинице и Альбрехт фон Валенштейн были убиты в феврале 1643 года в Хёбе. Данные территории были конфискованы императором и право на их обладание было передано немцу Яну из Альдрингена, который скончался в тот же год при невыясненных обстоятельствах, так и не увидев своих новых земель. По праву наследования земли Теплицы перешли к его сестре, в замужестве поменявшей фамилию на Клорий. После 30-летней войны частично уничтоженное местное население было восполнено немецкими переселенцами, потомки которых проживали здесь вплоть до эвакуации 1945 года. К 1680 году относятся сохранившиеся до наших дней списки отдыхающих на местных курортах, старейшие в Чехии. Клорий Альдрингены перестраивают замок и оформляют его в стиле баробка, также в 1718 году был построен чумной столб Пресвятой Троицы, работы Матиаши Брауна, который и сейчас украшает собой замецекую площадь города. В 18 веке интенсивно развивается промышленность, в 1742 году появляются медные рудники. Теплица становится центром текстильного производства, в частности, чулок. В 1793 году в городе случился сильный пожар, в котором или сгорели полностью, или значительно пострадали значительная часть деревянных построек. Город Теплица был отстроен заново, благодаря чему его архитектура приобрела черты классицизма. Это значительно отличает его от всех других городов Чешской Республики. К знаменательному событию в жизни поселения можно отнести встречу, случайную, Бетховена и Гёте в одном из парков. На месте их встречи сейчас установлена памятная табличка. Теплица стал местом подписания в 1813 году договора между Россией, Пруссией и Австрией против Наполеона. Памятник Красной Армии. В 1938 году эти земли были переданы Третьему Рейху как часть исконно немецких земель, Судет. Теплица был освобожден весной 1945 года. В ходе проведения пражской операции по освобождению столицы Чехословакии, Теплица стал пунктом сбора и транзита советских войск из Германии для очистки Праги от немецко-фашистских оккупантов. Природно-климатические факторы. Теплица находится в теплой климатической области Чехии. Средняя температура воздуха. За временной период с 1961 по 2000 года. Января. 1,8 Си. Июля около 18,2 Си. Среднегодовое количество осадков равно 563 миллиметрам. В теплице существуют, особенно часто от октября до марта, суточные колебания температуры. Состояние воздуха за последние 90 лет значительно улучшилось. Город располагается на высоте 220-399 метров над уровнем моря. Еврейское население. Бывшая синагога. В предшествующих веках здесь жила довольно многочисленная община евреев, который принадлежал отдельный район города. Также раньше здесь существовала синагога, которая была сожжена в марте 1939 года. Около 6 тысяч человек было сослано в концлагеря. В настоящий момент существует небольшая еврейская община, большую часть которой составляют люди, пережившие Холокост. Здравоохранение. Кроме курортного обслуживания, в городе имеется широкая сеть здравоохранительных учреждений. Районные больницы и поликлиника, 5 попечительских служб, многочисленные государственные и частные практикующие врачи, 11 аптек в разных частях города. 17 июля 1888 года начал свою работу фонд по сбору средств на строительство больницы. В 1891 году местными компаниями были выдвинуты различные проекты, из которых был выбран один, по образцу Берлинской и Венской больниц, на 130 коек. Стоимость работ была оценена в 200 тысячах злотах. В апреле 1895 строительство было оконченной. После экипировки всем необходимым инвентарем, была торжественно открыта 18 августа 1896 года. В последующие годы производились различные перестройки здания. Но во время Первой мировой войны строение катастрофически обветшало. Лишь в 1924 году районная админкомиссия начала решать эту проблему, был составлен план постепенной реконструкции больницы. В 1925 году были закуплены прилегающие к периметру больницы земли, около 25 гектаров. Реконструкция продолжалась вплоть до 1931 года. За это время было построено новое приемное, хирургическое и инфекционное отделения, различные технические строения, проведено благоустройство территории и модернизация оборудования. Вместимость увеличилась до 592 коек. Затраты на реконструкцию составили порядка 32 миллиона крон. Микрорайоны города Санаториев Императорский санаторий Назван в честь Франца Иосифа I. Сисарская Лазна Джмена Пау Сисари Франзиджесы Фови Ай Дом отдыха Бетховена Лазанский дом Бейтован Садовый курорт Садовая Лазна Каменный курорт Каменная Лазна Яросек Отделение каменного курорта Новый курорт Новый Лазна Военный санаторий Военская Лазна Змейный курорт Хайди Лазна Дживона Джокомо Спаха Утел Назван в честь Джованни Джакомо Казанова Культура Православная церковь Традиционным мероприятием является ежегодное торжественное открытие курортного сезона, которое происходит в последний апрельский уикенд. Главными центрами культуры в городе являются Крушногорский театр, Северо-Чешская филармония, Дом культуры, Районная библиотека, Ботанический сад, Кинотеатр Май, Кино Квотен, Галерея Бахимия Арт, Региональный музей Теплица, расположен в старинном замке в центре города. Северо-Чешская обсерватория на Песочной горе и Планетарий в Шенове. Образование. В городе работают 16 общеобразовательных школ и целый ряд средних специальных учебных заведений. Промышленное училище Теплица. Отельная школа. Текстильное. Швейное. Училище. Строительное училище. Торговая академия. Консерватория. Медицинское училище. Гимназия Теплица. Спорт. Футбольный стадион. В городе функционирует несколько десятков физкультурных объединений клубов. Наиболее известным является футбольный клуб Теплица. Является участником Гамбринус Лиги, Высшей Лиги Чешского чемпионата. Также можно выделить такие спортивные клубы, как СК «Звезда», СК «Тернованы», СК «Локомотив Теплица», СК «Боникс», СК «АГЦ». В 2008 году был основан мини-футбольный клуб «Балтик Флора», который в настоящий момент выступает в первом. наивысшем. дивизионе чешского чемпионата. По итогам сезонов 2009-2010, 2010-2011 и 2013-2014 команда завоевала серебряные медали чемпионата Чехии. В сезоне 2013-2014 «Балтик Флора» стала обладателем Кубка Чехии. В городе проводится мужской теннисный турнир категории «Фьючерс». Транспорт. Автомобильное сообщение. Автомобильное движение в Теплице затруднено лишь в исторической части города, где улицы узкие и не были изначально рассчитаны на автотранспорт. В целом же движение спокойное и свободное, благодаря возведенным многоуровневым дорожным развязкам. Общественный транспорт. Троллейбус «Шкода-28ТР». Городской общественный транспорт появился в Теплице впервые в 1895 году. В то время на улицах появились трамваи, тогда повсеместно внедряемые в Чехии. В 1950-х годах трамваи стали недостаточно мобильны и удобны в использовании для удовлетворения нужд растущего населения. Трамвайное сообщение было окончательно прекращено в 1959 году. Троллейбусы, по первоначальным планам, должны были лишь дополнять трамваи. Первая троллейбусная линия была возведена в 1952 году и быстро вытеснила из транспортной сети трамваи. Наибольшего размера троллейбусный парк Теплицы достиг в 1980-х, начале 1990-х годов, но далее началась стагнация и парк был расформирован. В нынешнее время современные и модернизированные троллейбусы вновь становятся неотъемлемой частью общественной жизни города. Автобусы появились в 1920-х годах, но приобрели популярность лишь после Второй мировой войны. В 2007 году транспортная компания предлагала 27 автобусных, городских и пригородных, и 10 троллейбусных маршрутов. С 2008 года владельцем Теплицеку и транспортной компании является французская фирма Veolia Transport. Железнодорожный транспорт. Железнодорожная станция Теплицы в Чехах является крупным транспортным узлом. Первая железнодорожная ветка из устья над Лабем до Теплицы была построена в 1859 году и в дальнейшем была продолжена до Хомутова. Достопримечательности города. Ботанический сад Теплица. Ботанические сады служили поводом для гордости их основателей и меценатов города, местом познания далекого и экзотичного и были обыкновенной частью крупных и знаменитых городов. Основание ботанического сада в Теплице было положено под руководством князя Клари Аудрингена. Строение такого плана тогда носили имя Стадгартнерей, то есть городское садоводство, и работали при курортах для обеспечения их свежесрезанными цветами или площадью для зимовки пальм. Благодаря усилиям местных общественных деятелей, в марте 1975 года удалось провести реконструкцию оранжерей и сделать ботсад общедоступным. В 2004 году была проведена крупномасштабная перестройка, старые теплицы и парники были снесены и на их месте, с фундамента, были возведены новые. В настоящее время сад имеет площадь в 2 гектара, из них более гектара отведено для наружной экспозиции, площадь теплиц составляет 2400 метров. Перед входом в оранжерею установлена статуя Юма Каакса. Ям Каакс. Бога племени Майя, хранителя растений и животных. Первый зал стилизован под южно-азиатскую пагоду. В ее возведении и оформлении активное участие приняли теплицы кие-ремесленники. Далее посетители попадают в зал с пустынными растениями. Из Мексики и Южной Африки, например. Особой ценностью этого отдела является флора острова Сокотра. В тропическом парнике посетителей ждет экспозиция тропического дождевого леса, кроме растительности здесь установлены несколько террариумов и аквариумов с обитателями этой природной зоны. В субтропическом парнике есть растения из Анд, Гималаев и Новой Зеландии, а также небольшая выставка об образовании бурого угля в предгорьях рудных гор. Население Год Численность 2,Ок 2,Ок 1,6 2,0 1,6 1,6 2,0 2,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 49563, 2019, 49575, 2020, 49731, 2021, 49705. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди, расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения, и удачи.